Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с автобиографией. Арнольд Бекли, швейцарский живописец, график, скульптор, один из выдающихся представителей символизма в европейском изобразительном искусстве XIX века. Родился 16 октября 1827 года в Базеле, Швейцария. Был третьим ребенком в семье производителя шелка. Получил первые уроки рисования в Базеле. В 1845-1847 годах учился в Дюссельдорфской академии художеств у исторического живописца Хильдер Бранта и пейзажиста Ширмера. Затем в Мюнхене, где обратил на себя внимание известного мецената графа фон Шапка. В 1847 году отправился в учебную поездку по Бельгии с Рудольфом Коллером. Был впечатлен работами Питера Пауля Рубенса. Дальнейшие поездки привели молодого художника в Швейцарию и Нидерланды. В 1848 году отправился в Париж. Учился в школе Лувр. Затем последовала работа в студии швейцарского пейзажиста Йогана Готфельда Штефана. Беклин работал в Базеле до 1850 года, где написал свой первый пейзаж. В 1850-1857 годах в перерыве Жила работал в Риме, изучая творчество старых мастеров. Беклин примкнул к римскому кружку группы немецких неоклассицистов, работавших в Италии. В 1853 женился на Анджеле Паскуччи, которая стала моделью для многих его картин. В 1857 супруги переехали в Базель. В 1860-1862 годах Арнольд Беклин при поддержке графа Адольфа Фридриха фон Шакка преподавал в качестве профессора саксонско-велико-герцогской школы искусств в Вейборе. Здесь были созданы основные варианты его самой знаменитой картины «Остров мертв». Арнольд Беклин был экстравагантной творческой личностью, мечтал о полетах в небе с помощью аппарата без двигателя, подобным тем, что рисовал Леонардо да Винчи. Около 1855 года в Риме он построил такой летательный аппарат и попытался испытать его, получив разрешение через кардинала немецкой Курии Папой Пье IX. Однако инквизиция предъявила орден на арест, и он бежал из Рима. В 1883 году потерпел неудачи в таком же эксперименте в Берлии. После инсульта в 1892 году он поселился неподалеку от Флоренции с женой и сыновьями, а затем переехал на виллу Беладжио в Физоле. Умер на своей вилле и был похоронен 18 января 1901 года на протестантском евангелическом кладбище недалеко от Флоренции. На надгробии имеется надпись, латинская фраза «Изоды Горация» «Не все умирает» и является одним из главных представителей немецкого символизма. Но его второй родиной стала Италия. Там он нашел свой художественный стиль, там же окончил свои дни. Свою самую знаменитую картину «Остров мертвых», очень немецкую по духу, Беклин создал в Италии во Флоренции. Символизм Беклина оказывает влияние на метафизическую живопись Джорджа де Кирка. Сюрреалисты, такие как Макс Эрнст, Сальвадор Удали, считали его одним из своих предшественников и хвалили его как блестящего и ироничного художника. Картины Беклина, особенно «Остров мертвых», вдохновлял писателей, поэтов и музыкантов. Рахманинов под впечатление его картины написал симфоническую поэму «Остров мертвых» в 1909 году. Третий вариант картины «Остров мертвых», написанной в 1883 году, в 1933 приобрел Адольф Гитлер. Фюрер считал Беклина своим художником, заистинно тевтонский дух. Ну вот так вкратце о Арнольде Беклине. Это швейцарский живописец, график, скульптор, один из выдающихся представителей символизма в европейском изобразительном искусстве 19 века. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.